Я думаю, что только молитва – это тоже очень важно, потому что, наверное, вообще испытали, что молитва – это непростой труд. Кажется, все очень просто. Прошел, и имеешь нужду, и имеешь желание, и маясь. Но я ни разу говорил, просто уже повторяюсь, мы можем беседовать час-полтора, можем разбирать вопросы час-полтора, и больше даже. Печь можем, а помолиться час-полтора, ставшим на колене. Ну, если так и получилось, то мы нам всегда запомним, как подвиг какой-то совершили. Оказывается, молиться – это не так просто, это не так легко. Хотя, допустим, мы молимся не заученными молитвами, не в сиротворной форме, как, допустим, в православии, там все заучено. Молимся своими словами от сердца, но о молитве оказывается не так-то просто. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь помог нам именно вот понять все это, что и все начинается с молитвы. Мне иногда говорят, спрашивают различные нужды, есть различные проблемы, но я, допустим, знаю, так в предстоящем написании, что решение всех проблем. Какой бы сферы нашей жизни они не касались, эти проблемы, они будут решаться только тогда, когда мы начнем это дело с колен. Молитва, если мало молитвы, одной молитвы с постом, и что есть, то, наверное, трудно, очень, не так легко и просто. И я помню, я тоже не раз повторял, когда я еще был, так сказать, 30 лет назад, и с молодежью, но иногда говорят, и так, какие-нибудь проблемы, говорят, и ты, иди, говорят, брату Николаевичу советую, а молодежью, говорят, так, а мы знаем, что он скажет, он скажет, надо молиться. Поэтому мы к нему уже и не пойдем. Мы знаем, что он скажет. Вот люди хотят найти сотни методов, сотни способов, как решить проблему, только не молиться. А их нету. Если есть ключ к решению каждого вопроса, чтобы его найти, то надо молиться хорошо. Как начать, что сказать. Кажется, ну, что сказать. Все, да, найдете что-то сказать, но иногда мы начинаем что-то говорить, а потом, зачем вообще-то говорили, надо было вообще помолчать. Потому что говорили, да не то, что надо. И поэтому я сегодня обращаю внимание на это, и мы будем молиться. Но я просто хочу писать одно месяц из Священного Писания, чтобы еще раз через него просмотреть жизнь нашу, потому что иногда бывает так, не получаем ответа, потому что что-то не так делали, как надо. И в Писании написано, что Бог грешников что-то не слушает. Он их слушает всегда, только в одном случае, когда они просят прощения. Господи, прости меня. А все остальное, дай мне то, дай мне то, дай мне то. Это говорит, не та маленькая, что надо. Ты находишься вон на самом дне, хочешь вниз, бишь, ну что. Я же не могу себе отвечать на эти вопросы. Потом, вот единственное, что Бог всегда слышит, и то иногда требуется той маленькой, не просто пятиминутной, а больше гораздо. Вы знаете, есть такое понятие, и учили иногда так, что, слушай, Богу много говорят. Он же все равно знает, кто ты хочешь, без твоей молитвы. Но на деле, на самом деле, Бог знает, да. Но не может отвечать, если нет просьбы к Нему. Это закон такой. Потому что я недавно говорил, мысль подчеркивал, почему Бог не может отвечать. Говорят, всякие девочки, грехи, если раб греха. А если раб греха, то уже это раб дьявола. И он уже будет давать награду свою, а не Бог. И потому Бог не может отвечать на такие молитвы. Потому что дьяволу претензии предъявляет. Это мой человек. Хоть собрали, хоть это делают грех. Я им буду давать награду. И то, чего ты умешиваешься? Почему ты умешиваешься? Вы, наверное, услышали, когда люди не верующие говорили. Ну, если бы был Бог, то он такой не допустил бы. А даже его нету по этому. Я всегда говорю, а сколько ты ему молилась этому Богу? И вообще-то ты с Богом делу имеешь или вообще никакого? Ну, почему здесь Бог? Живешь своей жизнью. Никогда даже не поблагодарила Бога за кусок хлеба и так далее. А когда беда, то ты Бога винишь. Причем тут Бог? В государстве находишься. И кому ты служишь, тот тебе и дал награду, тот тебе возьми и делал. А то болезни, а то проблемы, а то черни развалили. Почему здесь Бог? И выключи, как же значит этот порядок. Почему молитва очень нужна сегодня? Потому что по молитвам только Бог делает делом. Если даже не понимать, зачем. Мы иногда вот некоторые советы Божьи вообще не понимаем, почему Бог такой совет дал. Вот читаем, мы говорим, что Бог говорит, тебя проклинает, а ты благословляет. Божьи благословляет. За что его благословляет? Ну, коль оно Богом написано, значит, есть смысл в этом. Я его просто не могу понять, в чем он заключается. Значит, так написано, значит, так написано. Вы помните, когда отец говорил своему Сину Иисусу Христу, это псалмы, это первое псалмы, нам написано. Он говорил вот так, прощи у меня. И дам тебе народы в нашли день. И проделай земли в обитание твое. Вот своему Сыну, которого послал на землю в свое время, чтобы спасти человечек. Он говорил, прощи меня, это дам тебе. Вот без просьбы не бывает ничего. Поэтому, если даже Бог что-то нам предназначил дать, то это надо прощить. А вот то, что не предназначил, что вообще и прощить не надо, оно пользы не пронесет никакой. А вот то, что Бог хочет дать, надо прощить. И потому я сегодня, пока что не начинаю, сегодня это молитвенное общение, просто напоминаю, почему надо прощить. Сегодня у мира люди поделены границами национальными, государствами, расами, мужской, полы, женский. Это все деление. А у Бога есть только две категории людей, которые ему служат и которые ему не служат. У Бога есть два государства. Одно дьяволу принадлежит, другое Богу принадлежит. И вы знаете закон, который существует, что одно государство не имеет права вмешиваться в дела другого государства. Правда? Законы отличаются, нормы поведения отличаются. И если кто-то начинает вмешиваться в одно государство, в дела другого, то какое право умеете вмешиваться? Но есть одно но, когда государство имеет право вмешиваться. Это когда граждане другого государства пишут письма, проникают в посольство и просят политическое убежище. И тогда для этого государства, у посольства, к которому пришли те, которые помощи прошли, оно пишет ноту протеста и говорит, что у вас там делают. А у вас какое дело? Да у нас в посольстве сидят люди, просят заступничество. Что у вас там происходит? И это право вмешиваться. Вот только тогда, когда мы просим у Господа милости, просить вмешательства, мы просим, тогда он может вмешиваться в дела неверующих людей. А без молитвы не может. По своей святости дьявол говорит, тебя не просят, чего ты лезешь? Ну тебя же не просят. Они пьют, они курят, они довольны этим. Что ты вмешиваешься? А когда мама и папа молятся, верующие, Бог говорит, меня просят. Меня мои люди просят. А тогда я не могу не вмешиваться. Я буду вмешиваться. Я буду преграды ложить этим детям. Я как пример провожу, немножко чуть-чуть концентруя внимание на конкретных деталях вот нашего вопроса. Я не дам успеха добиться. Потому что меня родители просят за это. Они хотят, чтобы не спасенные были. Не просто имели образование. Не просто кусок хлеба имели. Лишь что и спасение имели. Поэтому я хочу быть. Да, они не просят. Они даже говорят, не молись за меня. Да как подвод проложить. Я не хочу. А Бог вмешивает. Потому что кто-то хочет. Поэтому вот эти молитвы, которые мы сегодня произносим, они очень нужны. Но я буду ставить одно место сроченное Писание. И оно будет в чем заключаться? Что все-таки Бог смотрит на то, как мы себя ведем. Как мы относимся к делу Господнюю. И обращаем это внимание. Я просто обращу внимание сегодня. Я буду читать из пятой главы Исаии. Пятую главу с первого стиха. Она начинается так. Я воспою возлюбленному моему песню возлюбленного моего. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утушленной горы. И он обнес его ограду. И очистил его от камней. И насадил в нем отгорные виноградные лозы. И построил башню посреди его. И выкопал в нем точила. И ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды. Рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего? Чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что я делаю с виноградником моим. Отниму у него ограду. И вот он опустошает. Разрушу стены его. И будет попираем. И оставлю его в запущении. Не будут ни обрызывать, ни вскакивать его. И зарастет он черными эмоциями. И поверю облака не проливать на него дождя. Виноградник Господа Савопа. И есть дом Израилю. И мужи Иуды, любимое его насаждение. Вот, пожалуйста, что произошло. Я могу сказать, что это написано во время Ветхого Завета. И, может быть, кому-то покажется, что сегодня вообще-то и не стоило бы читать. Другое время. Это время благодати. Это время закона. И отношение Господа немножко другое к людям. Как? Не в отношении греха, а в отношении последствий. Раньше было побить камнями, повесить его, спалить. Но теперь Бог так не делает. Хотя к греху более строгое отношение, чем тогда было. Да я могу сказать, что я еще одно место читаю, что я еще одно писание, чтобы сегодня, ну, с полным основанием обратить внимание на эту пятую главу Исаии. А я читаю из Евангелия от Марка. Это будет 12 глава. Слушайте, что написано с самого первого стиха? Это уже Христос говорил и учил людей, которые же вот-вот-вот уже благодать Господня пришла. Хотя тоже еще было время закона. И вот что им Алисмар пишет. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник. Похоже на то, что я читал в пятой главе Исаии. Практически одинаково. И облез его оградою. И выкопал тачило. И построил башню. И отдал его виноградам и отлучился. И послал свое время виноградник, к виноградару слугу, принять от виноградаря плодов из виноградника. А они же схвативши его, били и отослали нищего. Опять послал к ним другого слугу. И там вы камнями разбили голову и отпустили его с бесчастьем. И опять иного послал. И того убили, но и другие. То били, то убивали. И ниже еще одного сына любезного ему. На пощадок послал и его к ним, говоря, послал я отца сына моего. Но виноградары сказали друг другу, это наш виноградник. Пойдем убьем его, и нащельство будет наше. И схвативши его, убили и выкручили его из виноградника. Что же делает хозяин виноградника? Придет и продаст смерти виноградары и отдаст виноградник другим. Итак, раз мы читаем в Писании, что камень, который отверг в строительстве, он делся главой угла. Скажите, то же самое написано? То же самое. Только уже имеет в виду Господь нас уже. Уже не тот виноградник, ему жили в Израиле, а нас имел в виду. Ведь Христа, когда убили землями, которыми мы являемся сегодня, уже не тот виноградник. Тот виноградник отверг Христа. И до сегодняшнего дня евреи еще не познали Господа так, как должно. И если евреи каются, то он уже не идет, как евреи. Он наравне со всеми остальными. Вот теперь уже нет и иудея, ни елина, ни раба, ни свободного, в щипа одного Христа Иисуса. Потом я когда буду рассудать вот на эту тему, то я хотел показать, что оказывается разница не то же самое. Только немножко в более расширенном плане. И я на что обращу внимание? На самые первые стихи, я когда вел разбор, то я как раз на это обращу внимание. Вот Исаия говорит, воспою возлюбленному моему песню возлюбленного моего о винограднике его. И дальше идет песня, что он насадил, отборные лозы, поставил ограду, выкопал тачилы и так далее. Это песня. Но кем она рождена? Он говорит, это песня моего возлюбленного. Он мне ее дал, а я теперь ее пою. То, что он мне дал, прошло через меня, я его и возвращаю. Вы знаете, что вот это священное писание говорит нам? Что Богу устраивает то, что он дал нам. А теперь вот то, что я вас научил, что я вам дал, вы верните мне. И вот этим служите мне. Мне не надо вашего, лично вашего. Вот вы сделаете то, что я предложил вам сделать. И вот эта песня настолько вот отточенная, я тоже на это обращал внимание. Вот что такое вообще песня? Сначала надо, чтобы стихотворение сложил. Наверное, таких бундеркиндов, которые могли бы и стихотворение написать, и музыку сочинить, и спеть доступно, наверное, нету. Как правило, это три личности. Это стихотворец, который не просто пересказал, у стихи переложил что-то, а нашел так изюминку, точное выражение. Поработал бы, ответил. Вы помните, Екхрисиаст говорил так, что старался, Екхрисиаст, подыскивать изящные изречения. При всем том, у него была удовольствие Божия. В нем жил Дух Святый, это Соломон. И не сразу пришло, старался. То есть вложил свое старание все, свое умение. И вместе с Духом Святым они стихотворение сочинили. А потом, что еще надо? Еще надо композитор, которого музыка соответствовала бы стихам. Мажорная, минорная, такая там, что есть. Вот перепутайте одно с другим, и если музыка не соответствует словам, не будет той гармонии. Вот настолько непросто сегодня для нас. Угодить Богу. Вот эта песня. Он дал в саду же спе. Схятворение было написано. Потом дал музыку. А потом еще что надо? Надо что-то исполнить с нормальным голосом. И любой же споет. Если вот эти двое, что я делаю, от и до. Но если я спою, то, наверное, скажут, слушайте, ну что-то тут не то. Что у меня голоса нет. Я не знаю, как это делать. И вот чтобы песня, она получилась. И вот что в этой песне написано. Потому, если это все так, то нам же нужно обратить внимание на это. А что же Господь хотел сказать нам на сегодняшний день? Вы знаете, что Он хотел сказать? Я буду короткий, постараюсь быть короткий. Он говорил так, что Я, значит, не только насадил лозы, отборные. Вот как-то Бог отобрал уже вас из мира на сегодняшний день. Когда понимаем отборные, значит, что-то необыкновенное нашлось. Я не знаю, что у вас нашлось. Я не знаю, что во мне нашлось. Но Господь мне докрасно говорил, что было много плохого там у этого человека. Но в нем нашлось нечто хорошее. Я не думаю, что у вас все было хорошо и у меня. Но нашлось нечто хорошее. Это надо, Господь, не обратить внимание на все остальное. Нашлось нечто хорошее. Вот как Он увидел вот это? Это только Он может дать ответ сегодня. А когда Он увидел это? Что это было хорошее? Но нашел. Это были же отборные лозы, потому что Он отобрал. Он бросил призыв, чтобы покаяться. И вот как-то учитывал. Это нечто хорошее. Что там было, я не знаю. Но все-таки отозвать этот призыв. И насадил. И обнес оградою. Что сегодня за ограда у нас? Прежде всего, это округ Христа. Защита от греха и преступлений. И она сегодня действует. Как только мы что-то сделали не то, что надо. Мы просим Господа, Господь, прости мне это дело. Бог прощает. А Бога, который есть, круг Христа покрывает. Она чуть-чуть непрерывна. Если это не проявляется в жизни, если даже есть в сердце, то круг Христа чуть-чуть непрерывна. Круг Христа, красная кровь, и грех тоже имеет красный цвет. И когда Господь, Отец, смотрит через круг Христа на нас, то Он как бы не видит греха, который у нас. И мы имеем спасение, за что благодарим не Богу. А они у нас охраняют. Если это ограда было бы снято, то нас давно на земле не было бы. И все, можете вспомнить моменты, когда вы говорили, или у рубашки родился, или что-то случайное. Говорят, еще немножко меня не было бы. Но этого не случилось. Это не у рубашки родился, это не случайность. Это воинство небесное оберегало. И вот здесь Господь говорит, что Он сделал. Постой в башню посреди Его. Вот там церковь наша. Это то, где истина пропадается. Это то, где выскрыли свое время от греха. Нигде не находили помощи. Все были советы, не достигающие цели. Я только когда пришлю в церковь, какую-то башню спрятал. И дальше. И выкопал в нем точила. А вот уже точила. Это уже. И если иметь в виду вещь о крови Христа, потому что круг Христа был пронят, как спасение тяжелых кутов, где его топтали. Это было на колбоке совершено. На колбоке круг была пронятая. И смерть придет и кушил за нас. Но здесь имеется в виду другое. Господь выкопал точила. Что оно значит? Церкви. Есть те моменты тяжелые. Когда Бог хочет, мы плод пронесли. Это точила. Точила, знаете, что такое было? Это как бетонированная яма. И туда засыпали виноград и топтали его. И когда его топтали, он выделял сок. Не наградный сок. Виноградный сок так получается. То же самое маслина, масличное масло. Потом не удивляйтесь, если у вас в церкви кто-то топчет или в семье кто-то топчет. Это тот момент, где вы должны показать то, что есть в вашей внутренности. Вас топтали когда-нибудь? Было больно? Топтали. А вот что вы давили, интересно? Вот в чем вопрос. Ведь Господь ожидал, что еще добрые, грустные. А он, потому что, не выдернулось. И так дало ему век будет помнить. Вот это то, что вы давили, точили. Но это было не тот слой. Вы меня сейчас понимаете, о чем я здесь говорила? Не удивляйтесь, что даже у верующих людей попадают такие обстоятельства, как-то так что-то топчут, давят, давят. А для чего давят? Для того, чтобы открылось то, что внутри. В собрании мы все хорошие, все святые, правда? А дома, на работе, ну хорошо нести, что в собрании, то и на работе, то и дома, когда тебе топчут. Хорошо, когда так, а когда не так. Тадача едует и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он что принес? А он принес дикие ягоды. Да, знаете, дорогие мои братья и сестры, это очень такой серьезный вопрос. Я не знаю, какой ваш труд, может, вы молитвенники? Тогда Бог хочет, чтобы благословляли тех, которые делают вам зло. Но если у вас такая молитва, Господи, помоги мне, до каких ты пор будешь его терпеть? Ты же знаешь, что ты негодный человек, ну скорее делай. Господь говорит, а что это за ягодки? Это же дикие ягоды, что я не знаю, какой он есть. Разве я не знаю, что с тобой происходит? Ты что, хочешь меня восстановить против него, так я его уничтожил? Это же не молитва. Господи, благослови его, открой ему глаза, чтобы он мог понять, что делает, чтобы он мог понять, что правильно перед лицом твоим, что пользу принесет. Благослови его! Но уже если ты видишь, что Бог наперет, что еще ничего не получится, тогда хоть останови его. Я говорю, это с опыта, тогда никто свидетельствовал, как он молился, а он показал видение, как он видит эту молитву. Я говорю, вот ты так начал, начал рисовать птичку. Но птичка, что же красивое сознание, что головку нашел рисовать, хлювик, потом пошел рисовать головку, а потом, что в крылышке, да взял, нарисовал еще один рожок, и получился дьявол, скажу, вот это так поболюче сегодня. Вы поняли, что я рассказывал? Вот рисовал птичку, хлювик, а потом начал свою головку, надо было дать, он носивал еще один рожок, и так далее. Вот такая твоя молитва была. Ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес что? Дикие яводы. Вот сажись у меня. Что я еще не сделал? Вот почему так получилось? Что мне еще надо сделать для этого? Господь дальше сказал, что он и сделает. Он сказал, я отниму обраду, и неприятно себе пообиду жить этого человека. Он не будет понимать, почему так получается. Отниму обраду, и вот будет попираем, но он перестану его вскармливать. Сидит, что он говорит, и нисколько не думает о своей жизни, а что у меня еще, почему у меня такие проблемы. Вы знаете, мы копаемся, мы ищем, в чем причина? Где грех какой-то есть? Я ее хочу исповедь, я хочу от него избавиться. А тут сидит себе человек, спокойно, и не копает ничего. А зачем мне это надо? Мне и так нормально. Обрызывать не будут, там дальше написано. Значит, обрызывать, это уж больно. И мы часто не понимаем, почему нас Бог обрызывает, там доверясь кое-то иногда. Думаю, что Бог нас не любит, а вот если я обрызываю, значит, любю. Вот когда уже не буду обрызывать, вот тогда вам будет казаться, что все нормально, но на самом деле это не нормально. А для чего обрызываю, чтобы боль починить? Нет, говорит, чтобы боль принесла плода. Вы же знаете, что есть деревья, виноград, если их не обрызывать, то вот эта виноградная лоза в кустую тратит силы на лишние отростки, на лишние листья. Даже плодом за много, она не может плоды сама взрастить до конца. И мы понимаем, обрызываю. И я говорил в прошлый раз, где-то говорил на эту тему, и Бог не обрызывает так вот, не думающий. Шаш, 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 порызывал. Это люди так умеют. Я вспоминаю, значит, лежала у меня, у меня жена очень любит эти растения, я этих журналов могла, я глянула открытое растение, и там, значит, кто-то задает вопрос специалисту. Говорит, ответьте, пожалуйста, почему так? Что произошло? Я говорю, два года назад обрызываю щирень, и уже два года никаких цветов нет. Он отвечает, это ж надо так обрызывать, что два года цветов нет. Он так обрызывал. То Бог там не обрызает. Он обрызает то, что видит, мешает, а все остальное, что надо, не обрызывать никогда. Это нам кажется, что лишнее. Почему, говорит, ему все можно? Он то же самое делает, все, что я. Ему можно, Бог, как только я сделаю, сразу же тормоза. И уже усуяется, что Бог ко мне несправедливый. Оказывается, Писание говорит, наоборот, наоборот, обращать для себя внимание. Если бы не обращал внимание, то жили бы как все, но хоть, чтобы плод принесла. И вот одна из причин. Я не буду продолжать еще очень долго говорить, но я напомню, почему у нас так получается, что Бог все сделал и ожидал. Вот немагновенно. Вот насадил, дай ему, говорит, ожидал, но уже, знаешь, сразу же не получится ничего. Потому что его работу надо воспринять, принять верою, и тогда, может, можно плод принести. А без плода невозможно дальнейшая жизнь. Я, опять-таки, обращаю внимание на самую первую страницу Библии, потому что там написано так, что когда Господь сотворил растения, сотворил деревья, и там отмечено, что они приносили плод. И в этом плоде было щемя породу его. Так что наше дело, оно щемя имеет внутри. И этим щемем, через наши добрые дела, мы можем засеять сердце другого человека. А когда нет плода, вы знаете, как многие растения распространяются? Птички разозь, они клюют плод, вместе с тем клюют и щемя. И потом расшевают кругом. А если бы не было плода, то и щемя не расшевалось бы. Вы поняли, о чем я хочу сказать? Если это молитвенный труд, то будет щемя. Если у вас труд молитвенный. Если вы молитесь, ну как все должны молиться, значит, дело должно быть. А в этом деле добром у вас будет щемя содержаться, у вас другого выхода нету. Должен быть плод, потому что у плоди щемя есть. А если плода нету, то и щемя не посеешь. Вы хорошо знаете, что в некоторых случаях есть такие христиане, даже, я напомню одну историю, и он где-то у вас недалеко произошел. Это были или хатыничи, или рождяловичи. Может даже хатыничи. Когда приехали братья, долго ехали, ну и решили остановиться в этой деревне. Вот как раз-то ваше деревне, как раз я сегодня вспоминаю. Ну и видят, около магазина сидят мужики. Ну и захотели зайти куда-то к верующим. И спрашивают, где тут у вас верующие живут? Один из них говорит так. Если настоящие, то вон там. Если настоящие, то вон там. Может быть ошибался, может там все были настоящие. Но чем не менее, у них есть, у них táb走, ну, понимание какое-то? Настоящие, не настоящие. Если настоящие, то вон там. Если ненастоящие, Но верующие, то вон там, вон туда идите. А теперь, вы какие посмотрите, настоящие или ненастоящие? А почему они там говорили? Как вы думаете? По плоду? По делам? По каким-то делам было. И там семя было. И вот семя ненастоящего, по его роду, она отвлекает людей от Бога. Я говорю, если вообще такие, как Иван, то нечего туда идти. Он говорит, живет так, как и мы живем. Вот как агатка, вот тут и что можно. А Иван, даже говорить не хотел на эту тему, плода нет. А Господь насадил виноградник, сделал счет и ожидал, когда они принесут добрый плод. Они не просто не принесли ничего, на набор принесли дикие ягоды. И вы знаете, что надо обратить внимание, потому что Писание предупреждает, даже смотрите, что благодать Божия не была вшерпно принята вами. Такое есть написано, и вы помните? Благодать Божия многими вообще не принимается. Там понятно. Но благодать Божия была принята, но принята напрасно. Иван, плода не дали. А почему? Я одну только ищину назову. Вот я читал то, что Бог сделал. Что еще надо с нашей стороны? Это одна из причин. Я читаю второе послание Петра. Первая глава, пятый стих. То вы, вот к чему, что Бог сделал, то вы, приловая к чему все старание, покажите в вашей вере. Что к тому надо приложить, что Бог сделал? Он говорит, скажите мне, что я вам не сделал еще. Ответ один. Все сделал. А почему результата нет? А если что наша сторона въятого дела, то вы, прилагая к чему все старание ваше, покажите в вашей вере добродетель, добродетели рассудительных, в рассудительности воздержании, в воздержании терпении, в терпении благочестии, в благочестии, братолюбие, братолюбие, а в братолюбие любовь. Скажите. Скажите, это чья сторона положите все старание ваше? Божье или наше? Наша. Наша. Я слышал говорили так, что не надо стараться, что ты только вера. Ты только вера. А кто старается, делает, то он не на Бога надеется, а на себя. Это неправда. И вера, вот это слово, которое читает, это слово веры или это слово неверие? Это слово веры говорит. Да, я понимаю, что я спащён не делами, делами не спасусь. Но если я спащён по-настоящему, у меня будут дела. А если я вот ни рыба, ни мясо, то я просто болту. Говорю одно, а делу то нету. Это называется мёртвая вера. А живая вера, которая дела соответствует. И мы не спасаемся делами. Мы только делами подтверждаем, что мы верующим, мы в вере находимся. А вера говорит, что тебе надо усилие продолжить. Я читаю ещё дальше. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. А дни же Яна Крестича до ныне Царство Небесное силой уберётся, и употребляющее усилие восхищает Его. Так что нам не хватает? Вот этого-то нам и не хватает. Дело не в том, что Бог разлюбил. Дело не в том, что Бог что-то... Он всё сделал. Но мне надо взять то, что Он и сделал. А веру надо положить усилие. И не чуть-чуть, а прилагая всё старание. А что значит всё? Без всяких поглажек. Вот сколько можно, всё прикладываю. И это слово веры. Я очень хотел бы... Если вы молитесь, давайте положите все свои усилия и старания. Не чушите. Я вчера говорил, тоже как-то вот попал. Сегодня утром тоже говорил, но не помню об этом говорил или нет. Но я просто... Да, сегодня утром я затронул эту тему. Приходит молиться на час. У нас уже час молитвы. Но придут на час молитвы. Минут пятнадцать жрут, покуда ещё соберутся. Потом минут пятнадцать считают, сколько пришло. Потом минут двадцать слушают проповедь. Ну, и минут пятнадцать, двадцать, собственно, молитвы. Говорят, мы были на чаше молитвы. Говорят, в каком чаше? Мы на пятнадцать минутах были всё. Но отметили, что был час молитвы, а молитвы то не было. Я не просто начал воспоявлять, как щательно всё приготовлено было. Вот Бог любит вот такую аккуратность и щательность. И у молитвы, и во всём. Пусть Господь чего не благословит нас, чтобы мы поняли, почему у нас чего-то не хватает. И первая причина, если всё-всё хорошо, не хватает вот тех усилий и тех стремлений настоящих. Вот чего не хватает. Говорят, Бог ли не защитит избранных Своих вопиющих к Нему? Сколько часов в день? Я могу жаловаться, что мне Бог не ответил, где-то я давно молюсь. Вы можете жаловаться. А Бог спрашивает у меня. А скажи, Николай. А ты в своей жизни хоть можешь вспомнить день, когда ты день и ночь молюсь и вопиял? Я ему скажу, Господи, да. Десять часов было. А день и ночь не было. Вот а что ж ты хочешь-то? Я же тебе конкретно сказал, что если ты хочешь. Обижаться можем день и ночь, правда? Не спать день и ночь. Готовься, как я Ему дам, когда я Ему встречу. Ходит, и все в голове, что я Ему говорить буду. А это все, все, все. А вообще вот так вот, да день и ночь. Муж побил, да день и ночь. Не плакал, день и ночь. И думает, что я с ним буду делать. Один муж промолился хотя бы один день и ночь. Наверное, был бы результат. А такого же не было. Поэтому пусть Господь нас благословит и будет молиться. И хотел бы напомнить сегодня, что не так, то просто молиться. Грешник очень трудно молиться. Грех мешает. Даже святой. Даже никаких проблем не было в жизни. Греховных смыслов. Нет разделения с Господом. И то ходатайство молитвам очень трудное бывает. И так далее. Вы помните, как Христос молился в Химанском саду? Ему говорили, что молиться. Он грешником никогда не был. И Писание ни одного греха не делал. Лишнего слова не сказал. Ни одной худой мыши не допустил. Иначе он не воскрес бы. Иначе он не воскрес бы. А когда стал молиться, как было трудно молиться. Дьявол противостал. Противостал дьявол. Он находился в борении. И был пот его. Как капли крови падающие на землю. Но что он сделал в этом борении? Встал и пошел. Сказал. Подожди другого дня. Когда будет легко. Что-то замолить. Когда не идет. Когда что-то решает. Значит молиться не буду. Написано. Очень прямо и ясно. Находясь в борении. Еще прележнее молиться. И был пот его. Как капли крови падающие на землю. И явился ему с небес. Ангел. И что он делал? Укреплял его. И потом была победа. Конечно. Господь такого противления в нашей жизни. Никогда не допускал. Что так было. Как со Христом. Так вот на премьере. Но все-таки противление есть. Все-таки трудности бывают. Мать-котова. Давайте понимать эти вещи. Не всегда молитва ценная. Когда она легко течет. Когда это молитва за близких. За родных. Когда это ходатайство. Дьявол будет противостоять. И не надо думать. Что эта молитва никуда не надо. Она никому не нужна. Это именно та молитва. Молитва сражения. Которая очень нужна Богу. И ценится им очень высоко. Поэтому мы склоним колени. За все будем благодарить Бога. Давайте запомним. Что все Бог делал. Но усилия надо прикладывать. Не хочется идти в собрание. Идти. Трудно молиться. Молить. Потому что если трудно. То то не от Бога трудность пришла. И не от вас она пришла. Если вы пришли молиться. Значит хотели. Надо понимать одно. Если не хочется. Дьявол противиться. А в таком случае. Ему нельзя уступать. Ну. Склоняй колени. Молимся. За все благодарю Господа. И пусть милость Божия любит знание. Увидимся. 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 Молимся.